так вот получается упрощенная политика в отношении контента сексуального характера чтобы быть эффективным правил должны быть простым для понимания чтобы стриме знал что зашли на сайте а что нет пусть возникает в настоящее время в этой политике указаны типы контента и сексуального характера которые запрещены на твиче и нарушение политики приведет принудительным мерам отношения учетной записи вот я говорю тут блять юридический такой текст написан написано путаница возникает из-за того что нет понимания что разрешено на сайте а что нет поэтому мы выкатим нахуй манифест нахуй какой-то юридический это обновление не повлияет на трансляции помечены как включающие игры для взрослых и ненормативную лексику если только стример не выбрал одну из меток выделенных жирным шрифтом выше то есть получается ненормативная лексика игры там с насилием это это будет появляться в рекомендациях ну против этого я ничего не имею против мне кажется вполне разумное решение ранее запрещено но теперь разрешено с меткой контент который намеренно подчеркивает грудь ягодицы или область таза даже если он полностью одет стримерам было сложно определить что запрещено а что разрешено и часто оценка того нарушает ли стрим эту часть правил была субъективной кроме того прежняя политика в отношении контента сексуального характера не соответствовала отраслевым стандартам и привела к тому что стримеры представляющие женщин были непропорционально наказаны вымышленные нарисованные анимированные или вылепленные полностью обнаженные женские груди и или гениталий или ягодиц и независимо от тела на твиче существует процветающее сообщество артистов и эта политика была чрезмерно карательной и не отражала влияние контента ну то есть короче да арты с продом теперь разрешены надпись на женской груди и или ягодицах независимо от пола правила в отношении одежды твич уже разрешают боди арт на груди и ягодицах поэтому это изменение делаете правило согласованными эротический танц который включает в себя раздевание или жесты раздевания такие как стриптиз так типа подожди все равно нихуя непонятно adult nudity перевести материалы сексуального характера чтобы контент на твиче нагота для взрослых на ряд имена пользователей так вот это вот нас интересует получается например вы не имеете права показывать предо предлагать или продвигать предупреждение контенте явный симулированный вымышленный или подразумеваемый секс или мастурбацию это включает себя оральный анальный и вагинальный секс прикосновение генитариям у себя или взаимную мастурбацию а также длительную аудиозапись подразумевающую секс мастурбацию оргазм демонстрация половых жидкостей организма реклама или навязывание сексуальных услуг включая проституцию скорость услуги сексуальный массаж или видеосъемку сексуальных действий сексуальное насилие по обоюдному согласию например порка или порка другого человека графические описания половых актов таких как секс по телефону или эротика демонстрация секс игрушек в необразовательном контексте например хвостовство размером пола имитатора вымогательство денег услуг или ценных предметов включая подписки и бит за публикацию контента требующую пометки сексуальная тематика если зрители массово пожалуются существа и ограничения справляются в играх художественные изображения обнаженной натуры контент которым основное внимание уделяется вымышленным нарисованным анимированным скульптурным вымышленные сексуальные акты или мастурбация остаются под запретом то есть можно будет рисовать будет разрешены арты как сказать ну короче без без акта самого разрешен ли боди-арт на груди и ягодицах на twitch до тех пор пока требования к одежде соблюдены боди-арт на груди и ягодицах разрешен с этикеткой сексуальной тематики ну то есть грубо говоря ничего особо не поменялось кроме вот этого кроме вот этого момента с артами ничего особо не поменялось и того что это теперь не будет вылезать в рекомендациях как вам не это правильные изменения типа от этого от этого проигрывают те кто приходит на twitch чтобы паразитировать вот как раз сексуальным контентом они приходят чтобы не потому вот например вот этот вот боди-арт вот эти вот все как назвать это правильно творцы вот эти творцы которые приходили сюда и они же явно они же боди-артом занимались потому что они вовлечены в искусство они это делали ради искусства они по каким-то другим причинам не чтобы там набирать себе аудиторию а потом на этом зарабатывать деньги да они же это делали исключительно потому что это искусство вот как раз против них такие изменения направлены я это приветствую обеими руками и обеими ягодицами своими короче короче вот так вот но как всегда будут вонять те кто до этого говорили типа ой twitch тут все запрещают ничего нельзя а когда на твиче разрешают практически все они будут говорить да как же так да что же вы делаете так у меня же скрепа дрожит вся трещит по швам а потом они сами не они будут смотреть на руку а рука такая тянется открывает twitch и вот я не могу себя контролировать да что же это такое происходит просмотр а что же делать как а я не могу остановиться и будут искать эту категорию как она называется искусство я не могу остановиться и будут ее открывать и такие о боже мой господи иисусе как же так можно а потом будут кликать на стрим заходите такие типа что там пишут посмотрел на омега-фиг человечность восстановлена да отвратительно восстание остановлено машину ну и блядь ну рисует она конечно пиздец что-то с чем-то короче как всегда ничего не изменились а нам показать не мне мое место в рекомендации дороже но вообще технически получаю а нет стоп нет фурии фурии получается чего там говорили всякие фурии вот эти вот игры они не будут разрешены там же типа все сводится к сексу обычно так это все еще запрещено а вот ури порно нет ури порно пазлы тоже не получается не разрешены если там просто типа раздетая какая-то девчонка нарисованная будет или мальчик то тогда это будет разрешено да да но если поставить определенную метку только суть в том что это вот эти правила они сделают это все максимально неинтересно моментально так же как случилось с этим хот-табом потому что опять же это все интересно и имеет огромную популярность самый главная движимая сила это те кто лицемерно говорят что они против этого потому что как только это становится чем-то что вписывается в правило что теперь разрешено у них сразу пропадает к этому интерес потому что типа а это чё уже разрешено и типа блин так неинтересно я уже не бунтарь какой-то получается и не смотрю какой-то запрещенный контент ой блин так неинтересно и все причем опять же самое интересное что это вы мне всегда все это присылаете я бы скорее всего даже не узнал о том что это где-то существует и вероятнее всего я это больше никогда и не увижу хух ты бред несешь кстати ну ладно на счет братуха я тебя баню потому что ты меня заебал и это не конкретно по этому вопросу ты можешь со мной не согласен быть ладно окей без проблем там ты считаешь что надо держать целебат там целомудренным быть носить там паранжу и все такое я просто заметил что ты один из тех глистов которые приходят высраться постоянно просто чтобы быть как бы с обратной стороны типа какая-то странная стримерская контр-культура ты типа каждый стрим каждую минуту здесь находишься но постоянно делаешь вид что типа какой я неправильный и все неправильно говорю так что ты меня просто заебал я тебя забаню все пока я как бы не хочу чтобы это выглядело так словно я его просто забанил за то что он со мной не согласен без проблем просто когда вы со мной не согласны каждый его он ебаный стрим по каждому вопросу и сидите здесь двадцать четыре на семь это значит что ну чё то здесь здесь не так чё то здесь явно не так это все получается я же могу я же могу большую у нарисованную пипиську что ли поставить сюда но если только убрать это ну блин ну тогда есть рекомендации пропаду интересно а если начинать стрим с вот этими тегами то будет ли будут ли отлетать уведомления самый главный вопрос заключается в том как бы этим же всем движет двигают рекламодатели будут ли рекламодатели не против подобного будет ли реклама прокручиваться на таких стримах вот в этом главный вопрос как бы прогрессивность то прогрессивностью но за сервера тоже платить надо а если не чем будет за сервера платить тогда и правила будут откатываться я забыл что на твиче есть реклама на самом деле на твиче пиздец как много рекламы просто ее мы никогда не ощущали мы сейчас ее не ощущаем ее сейчас вообще нет а раньше мы ее тоже особо не ощущали потому что ее просто на на ру сегменте никто не закупал а так то блять и и там будь здоров в европе в америке там причем там ставки рекламные каждые полчаса минут минуты по три могут быть у тебя есть функция включить рекламную интеграцию для всех ну а как бы есть я могу ее сейчас сделать но ее увидит только те кто за границей живут или с в п н смотрят это вероятнее всего не все но и там как бы в этом смысла никакого нету потому что это увидит ну процентов 5 зрителей если бы вы все переехали в норвегию или включили хотя бы норвежский какой-нибудь в п н и смотрели бы рекламу было бы конечно прикольно